Роман «Русская монархия». Автор – Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэт Ганн. Август 2021 года. Продолжение. То есть следует надеяться, что Каспаров ответит на эти вопросы. Пользователь – Василиус. Имя – Василий Кондратьев. Местонахождение – Соединенные Штаты, Лос-Анджелес. Василиус. Комментарии. Эхо Москвы. Тема. То есть следует надеяться, что Каспаров ответит на эти вопросы. Это надо же было так напрягаться, чтобы ухватить Каспарова за одно место. Вопрос. Я вам за него отвечу. Все просто. Я, как постоянный житель США, вам все поведаю. Если вы Каспаров или, например, Путин и хотите читать в США лекции за деньги, вам понадобится рабочая виза. Она, в свою очередь, дает вам право на работу. Если вы получаете доход в США, вы должны платить налоги. Если вы платите налоги, у вас должен быть, как вы верно заметили, Social Security. В скобках «при соблюдении условий, описанных выше, выдается без проблем, иначе вы не сможете платить налоги». Скобки закрываются. Если у вас есть легальный статус в стране и СС, вы без проблем можете получить водительские права и открыть счет в банке. Если у вас есть на счету деньги, вас завалят предложениями взять кредитные карты. Кредитная история поползла вверх. Три года, не три года, это зависит от штата и банка. Да хоть бы и три. Жить постоянно в США для этого не нужно. Банку и кредитным агентствам по барабану живете вы в стране или нет. Их волнуют цифры вашего кредитного состояния. Идите в банк и оформляйте ипотечный кредит. Полагаю, Каспаров лекции читает в США, и не только не первый год. Так что не все так страшно. Доступно и вам, если кто-то будет платить вам за лекции, столько же, сколько Каспарову. Так что не пугайте людей. Кэтган. Тема. Каспаров лекции читает в США. Цитата. Не надо пересказывать мою информацию, которая уже была написана. Тем не менее, там поставлены другие вопросы, которые Гарри Каспаров в своих интервью никогда не поднимает. Кстати, сколько и кто заплатил Гарри Каспарову за 80 дней его жизни в Америке и чтение лекций? Вопрос. Кроме того, есть и другие вопросы к Каспарову. Оказывается, что? Двоеточие. Цитата. В интернет-блогах сегодня активно обсуждается информация, переворачивающая все представления о степени поддержки российской оппозиции, в кавычках, ее друзьями в, в кавычках, свободном мире. Кто бы мог подумать, что бывший чемпион мира по шахматам, а также, в кавычках, надежда российской оппозиции, Гарри Каспаров, состоит в консультационном совете при Американском центре политики безопасности. Эта некоммерческая организация по всему миру делает все возможное для укрепления и расширения американской демократии. Конец цитаты. Ссылка в интернете. Конец цитаты. Все лишь навсего за то, что... Цитата. В 1992 году Фишеру предложили вновь сыграть с Борисом Спасским. Матч был организован в Югославии, в отношении которой были введены международные санкции. Тогда Министерство финансов США направило шахматисту письмо, в котором настоятельно рекомендовало ему не ехать в Югославию. Многоточие. Однако Фишер проигнорировал предупреждения американских властей и даже на пресс-конференции демонстративно плюнул в письмо американского Минфина. Конец цитаты. Андрей Кузьменков, BBC Russian.com А вот Каспарова награждают, даже не спросив его, и он принимает диплом. Хотя Гарри Каспаров и утверждает, что он честный человек и что живет на свои доходы от чтения лекций, но вот другой источник говорит, что... Цитата. Бизнесмен в 1990 году Гарри Каспаров стал одним из соучредителей радиостанции «Эхо Москвы». Долгое время владел крупным пакетом ее акций, который в середине 1990-х годов уступил Владимиру Гусинскому. По данным СМИ, в 1992 году продал на аукционе, завоеванную на турнире в Лондоне, корону за 15 миллионов долларов, чтобы получить стартовый капитал для коммерческой деятельности. В середине 1990-х годов основал и возглавил компанию «Каспаров Консалтинг» в кавычках со штаб-квартирой в Лондоне, консультировавшую западных инвесторов и организовывавшую чартерные грузовые авиаперевозки. В 1996 году стал одним из соучредителей инвестиционного фонда «Раша Гроув Фанд». В марте 1997 года был его управляющим. В 1998 году фонд приобрел 35,59% акций Соликамского магниевого завода, а с 2001 по 2003 год был держателем контрольного пакета. В скобках 50,42%. Его акции, которые в итоге продал компании «Сильвенит» в кавычках, по словам Каспарова, этим бизнесом он фактически не занимался, а лишь в кавычках «помогал» консультациями. Ссылка на источник www.savok.name.forum.topic.736.last. Источник http.ru.wikipedia.org.wiki.garry.каспаров. Кэтган. Тема «Доступна и вам» в кавычках. А почему это вы вдруг отвечаете вместо «Каспарова» вопрос, да еще и в кавычках «Соединенные Штаты Лос-Анджелес»? Вы что, его адвокат вопрос или состоите в консультативном совете по национальной безопасности, National Security, Advisory Council, Центр политики безопасности, Center for Security Policy США? Да. Я смотрю, что вы в Америке решили все наши российские проблемы. А поскольку наш народ в России все же не богатый, в отличие от вас, в скобках, вот вы и решили накормить нас информацией, что Каспаров живет на лекции, многоточие. Не забудьте, что у него в Москве квартира, которую он пышно называет «резиденцией», в кавычках. В http.ru.wikipedia.org написано, цитата, «Гарри Каспаров имеет недвижимость в Париже, Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и Нью-Джерси». Ссылка на wikipedia.org. Но сам Гарри Каспаров утверждает, цитата, «Я никогда не имел недвижимости в Париже. На благотворительность я трачу очень много. Кроме того, как тратить мои деньги, я полагаю, разберусь сам. В Москве я живу уже 20 лет. Из Санкт-Петербурга моя жена. У нас там тоже есть квартира». Ссылка в интернете. Ссылка в интернете. Комментарий. Василиус. «Тема «Каспаров лекции читают в США», в кавычках. «Я всего лишь сообщил вам, что иметь GS не нужно, и любой гражданин России может получить ипотечный кредит. За 80 дней при максимальной загрузке можно почесть 80 лекций». Так написано. «Почесть». «Каждая лекция, скажем, по знак доллара 1-0-0-0-0-0-0. Это нормальная цена за лекцию в университете для чемпиона мира. Итого 8 лимонов. Клинтон, например, по знак доллара 5-0-0-0-0-0 брал за лекцию. Не вижу криминала». А вот вы, например, член клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы». Членство в некоммерческой политической организации – это нормально для нормального политика на Западе. Такое членство позволяет более свободно общаться с коллегами. Все политики в нормальных странах являются членами разных некоммерческих организаций. Все ученые являются членами некоммерческих научных организаций. Тот факт, что такой практики нет в России, не является доказательством криминальности такого членства. Отличная бизнес-карьера. Можно только позавидовать белой завистью и порадоваться за талантливого человека. Василиус, тема. «А вы надеялись, что вам тут ответит Каспаров?» Вопрос, тема. «Вы пытаетесь создать мифы, я их развеиваю. Надо сказать, весьма удачно, раз вы перешли на обсуждение моей скромной персоны. Можно, конечно, до пожелтения выискивать сплетни из сети, какие и где у кого квартиры, сколько они стоят, когда и на какие деньги куплены. Вот только должен вам заметить, что это все бесполезное занятие. Во-первых, Каспаров президентом не станет, а как лидер оппозиции он частное лицо. Во-вторых, вам, как члену гражданского общества, ваши поиски компромата – это проявление гражданской позиции, не так ли? Вопрос в скобках. Должны быть интересны доходы и квартиры тех, кто живет, точнее, должен жить на ваши налоги. А, допустим, нетрудовыми доходами остальных граждан должны заниматься правоохранительные органы, в скобках, которые, кстати, тоже живут на ваши деньги. Не задавайте вопросов, если не хотите услышать ответ. Пользователь Кит 07. Имя Иван Петрович Сидоров. Местонахождение – Россия. Кит 07. Тема. Вы пытаетесь создать мифы, я их развеиваю. А какие мифы-то? Вопрос. Что Каспаров получал деньги всяких разных американских НПО на введение политической деятельности в России? Вопрос. Так разве же это миф? Вопрос. Да большая часть российских оппозиционеров, слэш, правозащитников этим жила. Их так и называли – грантаеды. Всякие наши, русмолы и прочь. Финансируются Кремлем, а некоторые – из-за панирующих им товарищей Газдепом. Далее. Чекан Ован Дрей. И без Каспарова дважды два-четыре. Если хотите последнее опровергнуть, обращайтесь к сущностным методам опровержения. Пользователь – Зинк 59. Имя – Артур Аваков. Местонахождение – Россия Ярославы. Зинк 59. Дура и шавка. Твоя возня на благо России и капли деяний Гарри Кимовича не стоит. Кэт Ганн. В кавычках «Дура и шавка. Твоя возня на благо России и капли деяний Гарри Кимовича не стоит». Конец цитаты. А зачем вам понадобилось так горячо, защищая Каспарова, хотя и защищать нечем, только оскорбляя меня из Ярославля? Может быть, вы уже боитесь, что Каспаров в Москве встречается с президентом Америки? Вот за Фишером, американским чемпионом по шахматам, американское правосудие гонялось по всему свету из-за матча с нашим русским Спасским, из-за трех миллионов долларов. Видимо, в самих США лекциями ничего не мог заработать. Не то, что Гарри Каспаров. Оказывается, американский президент Обама, беседуя с оппозицией, называл каждого ее члена по имени, большими буквами, и ответил им всем на их вопросы. 0907-2009. Новый уровень, в кавычках. 3w.kasparov.ru Slash material.php вопрос ID равно 4 большая А 55 большая А 9 большая Б 44 большая Ф 482 V.рыжков Цитата «Ни один президент США в истории не посвящал столько времени неофициальным контактам». Конец цитаты. «Впрочем, и от официальных контактов он получил все, как считает оппозиция, что хотел». Еще цитата. Так, и еще цитата. Второе, у него главный приоритет, это то, запятая, что они называют АФПАК, в кавычках, Афганистан-Пакистан. И он получил то, что хотел. Это 4500 рейсов через Россию с военными грузами и с солдатами. Это равно то, что он хотел. Конец цитаты. «Почему для него важна так оппозиция», – Обама объяснил сам. Цитата. «Большие перемены, – сказал Обама, – начинаются с маленьких шагов. Вот это очень важная вещь». Конец цитаты. «Беспрецедентность этой встречи констатирует сам участник оппозиции. Прошу заметить, это не я и это не слухи». Сам сайт Каспарова. Цитата. В. Рыжков. Да, вот, а что касается оппозиции, вот я еще раз хочу. Обратите внимание, это беспрецедентно. Целый день с бизнесом, с образованием, с общественными организациями, правозащитниками и оппозицией. Никто этого не делал. И на нашей встрече он четко подчеркнул, что, цитата, «Для меня это не пустой звук. Я верю в эти ценности. Я верю в то, что демократические страны более безопасны, чем авторитарные. Я верю в то, что у людей должны быть права». Конец цитаты. Закончить хочется словами Каспарова. Цитата. Гарри Каспаров. «На самом деле, мне кажется, важно еще посмотреть на состав этой встречи. То есть, они постарались соблюсти политкорректность». Конец цитаты. «Только вот хочется спросить, почему политкорректность не была соблюдена в отношении американского шахматного чемпиона Бобби Фишера, а соблюдается только в отношении Гарри Каспарова?» В комментариях к блогу Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Честный Вересин. Ткепсер. Комментарий. «Спасибо за ссылку. Ваш литературный талант достоин уважения. Единственное, что удивило, это совершенное отсутствие юмора. Я вырос в железнодорожном пригороде Петербурга, где жизнь в 70-е годы прошлого века по уровню духовной насыщенности очень мало отличалась от описываемой вами жизни города Бийска. Единственной разницей было то, что совсем недалеко, в каких-то 50 километрах, был какой-то совсем другой город, из которого ветер доносил совсем другой воздух, где был какой-то непонятный рок-клуб, где играли зоопарк, кино и аквариум. Ваши ощущения от Лимонки я бы сравнил со своими, когда приятель дал мне послушать запись зоопарка. Единственная разница – это присутствие какого-то всеприникающего божественного юмора, превращающего абсурд и убогость окружающей жизни в смешную кукольную пьесу, чего нет в Лимонке и, по-моему, вообще в творчестве Лимонова. Но тут, как говорится, на вкус и цвет партнеров в сексе нет. Желаю вам успехов в вашем нелегком деле. С наилучшими А.М. В комментариях к блогу Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака, до сих пор не верится. Бредатив. Я согласен с основными тезисами Каспарова. Путинский период действительно нужно рассматривать, как продолжение Ельцинского. Либерализация, демонополизация власти. Бизнесы действительно необходимы. Однако вряд ли. Возможно, быстро и четко осуществить его программу. Слишком много различных факторов этому противостоят. Не только высшая власть. Насколько я помню, он говорил, что начал заниматься политикой, потому что не согласен с нынешним курсом. Считает, что Россия движется по неправильному пути и так далее. Почему вы ищете какого-то сложного объяснения? Вопрос. Он известный и уважаемый человек, достигший успеха в спорте. Теперь у него есть возможность заняться общественной деятельностью, политикой. Свои взгляды программы есть. Почему бы не попробовать? Вопрос. Кэтган. Цитата. Почему вы ищете какого-то сложного объяснения? Еще цитата. Все не так уж сумрачно вблизи. Гарри чересчур успешный человек и даже в оппозиции. Если честно, то это невозможно реально в современной жизни. Чего стоит его встреча с американским президентом у нас в России? www.kasparov.ru Ссылка в интернете. Сравните его жизнь с другим шахматным чемпионом Америки, которого сама Америка беспощадно преследовала до конца его жизни. Из-за того, что он посмел провести без их разрешения шахматный матч со Спасским и выиграл его. Они пытались отобрать у него эти деньги. Ловили его даже в Японии. Восклицательный знак. Большими буквами – это бесконечно грязная история, которую демократическая Америка до сих пор не признала и не осудила. Как не осудил и сам Гарри Каспаров? Что же происходит с его справедливостью? Вопрос. Где его честность? О которой он заявляет? Вопрос. В комментариях Блок, Эхо МСК, Ксения Собчак, Сталин и Победа – вещи не связанные. Леонид ДК, 3-3. Тема о Гитлере «Мы победили». Сначала создали, а потом победили. Положив на это благородное дело 27.6 миллионов человек. Будем пользоваться официальной цифрой, правда? Вопрос. Как ребенок, который сначала разбил вазу, а потом пытается склеить ее клеем БФ-2. Получается криво с коричневой полосой, в кавычках, но все-таки я ее склеил. Конец цитаты. Знак С. Арммен, 2004. Тема «Надеюсь, вы меня поймете». Каждая страна себя считает великой. Что француз о великой стране, что англичанин о великой империи. Но почему-то только мы об этом говорим больше всех о своем величии. Убеждая других и сидим по колено в дерьме, простите. А вы много, не сомневаюсь, слышали о русской доброте. Вот мы и кормим их, хотя мы и для них плохие и дикари. Газ и нефть. Деньги в банки им свои переводим. Нестабильна у нас власть. Ихние акции покупаем. Часы и брюлики. Тряпки и даже продукты. Свои у нас невыгодно производить. Почему-то это никого не волнует. Пользователь Толя. Имя Анатолий Никульков. Местонахождение. Россия-Новосибирск. Толя. Тема художника с Алтая. Художник от слова «худа». В кавычках. Как написано в одной детской книжке. Вопрос. Вам в Алтае не видно, что в России власть никогда не была под контрольной. Населению, которое так и не создало гражданского общества. Вопрос. Поэтому бесконтрольное государство, рейдерским захватом, под предлогом национализации, прибирает к рукам ресурсы и навязывает свои ценности народу, преследуя свои державные интересы, которые, ну никак лично с моим, например, не совпадают. Поэтому все «победы» в кавычках – это в копилку государство, а у населения – одна радость. По разбобленным еще во вторую мировую дорогу на парад успеть прихромать. Ноготочие. Что-то же от вас зависит или ничего, вы думаете? Вопрос. Начните что-нибудь делать. Что вы лучше всего умеете или считаете нужным? Ведь вы живой человек и всегда есть у человека что-то, что он сможет сделать в любой ситуации, независимо от других. В комментарии к блогу Ирина Хакамада, писатель, общественный деятель, телеведущая, между строк парада. Комментарии на АПП-2010, тема «Кэтган», имя Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Мне кажется, очень странным излишняя политизированность молодой художницы Кати. Особенно это бросается в глаза, когда видишь несоответствие комментариев Кати, заявленной автором блога темы. Причем тема ее комментариев, хоть и неукдюжи, вставленных, почему-то всегда касается ТН-демократов. В данном случае Каспарова в блоге Гонопольского от 04.05.2010 Шендеровича. В блоге Гонопольского ее интеллект и эрудиция просто блистали. А уровень аргументов сопоставим с уровнем Гарпанга. По-моему, как и место службы свободной художницы Кати. «Кэтган», какая несправедлилась. Тему всегда беру из блога. Про Шендеровича давно не пишу, потому что цитата «эхо» давно все забыли и никто не спросил, почему, как всегда, он в четверг не вышел в эфир. Каспаров у нас еще не президент, поэтому несколько слов, думая о нем, можно сказать. Я поддерживаю традиции эхо, они не говорят о Медведеве и я тоже. Правда, вчера, когда Лимонов напал на Медведева, мол, плохо выглядит для ядерной державы, я сказала, что выглядит хорошо. Правда, постеснялась написать, что умно. Вы посмотрите на его фотографию на эхе. И уж если и дальше честно, то намного симпатичнее и харизматичнее, чем Каспаров, который вам так сильно нравится. В комментариях к блог Ирины Хакамадо, писатель, общественный деятель, телеведущая, между строк парада, НАП-2010. Грузите апельсины бочками. Кэтган. Тема. В кавычках. Грузите апельсины бочками, а деньги считайте по-прежнему пачками. Тема. Цитата. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой. Предположу, что вы работаете в банке. Очень современная работа. Но думаю, в банке платят немного. Считать целый день чужие деньги невыносимо. Особенно если предположить, что поступают они в банк не от простых, в кавычках, граждан. Вам не хочется их украсть, вопрос. Для справедливости, вопрос. Положить их незаметно в кейс, помахать ручкой банку и исчезнуть из него навсегда. В кавычках. Свобода, брат, свобода. А то мы с вами здесь на эхо что-то делим, а непонятно что, вопрос. Заметьте, мне нравится президент Медведев, а вам, рвущийся на его место Каспаров, выходит у каждого и у каждой свои ценности. Василиус. Тема. А что Обама какой-то особенный, вопрос. Всем президентам можно встречаться с оппозицией других стран, а Обаме нет, вопрос. Вот и Путин с Медведевым встречались с оппозицией Грузии и Украины, примерно вскидку. Только вот хочется спросить, почему политкорректность не была соблюдена в отношении американского шахматного чемпиона Бобби Фишера, а соблюдается только в отношении Гарри Каспарова. Шикарная логика. Плохо, стрелочка «хорошо» равно «плохо». Какая связь между этими событиями? Вопрос. Что оба шахматиста? Вопрос. Или что оба события связаны с США? Вопрос. Вы себе не представляете, сколько событий происходит в мире за одну секунду. Так можно из чего угодно вывести противоречия. Например, раньше была сегрегация, а теперь чернокожий президент. Почему же они раньше не думали о правах чернокожих? Вопрос. Кэтган. Тема. Оба события связаны с США? Вопрос. Конец цитаты. Конец цитаты. Еще цитата. Кстати, отношение Бобби Фишера к Америке, которую он так любит. Каспаров и где купил пентхаус за 3-4 миллиона долларов, было совсем другое. На дух не переношу Америку, в кавычках. На вопрос. Каким вы видите мир через 10 или через 100 лет? Будет ядерная война и начнут ее американцы. США зло. Конец цитаты. Удивительно, что Каспаров на предложение Бобби Фишера сыграть даже официальный матч. Цитата. Если предложат хорошие деньги, я готов сыграть даже официальный матч за звание чемпиона мира. С кем угодно. Даже с преступниками. Если увидите Карпова или Каспарова, передайте им мое предложение. Конец цитаты. Каспаров, как он себя называет «честный парень», в кавычках, не ответил на это предложение. А вы про сегрегацию. Как видите, она налицо. 3w.nadyn.biz.news.fisher.kasparov.html Василиус. Тема. Шендер не в первый раз пропускает эфир. Шендер не в первый раз пропускает эфир в четверг. Он гость, а не сотрудник ЭХО. Так что быть в Москве каждый четверг не обязан. И давно ли на ЭХО не принято говорить про президента? Вопрос. Кэтган, а вы часто здесь слышите, как говорят про президента Медведева? Здесь принято критиковать Путина. Василиус. Тема забавна. Прошу заметить, что до вашего поста про гранды и финансирование оппозиции не было сказано ни слова. Речь шла про загадочный, в кавычках, и непонятно как полученный ипотечный кредит в США, а также про членство в очень страшной, в кавычках, некоммерческой организации, целью которой, естественно, является развал России и так далее. Потом пошли считать недвижимость Каспарова. Главный вопрос, который волнует прогрессивную общественность, есть у Каспарова недвижимость во Франции или нет. Я, конечно, понимаю, что это чистой воды троллинг, однако за реакцией троллей наблюдать тоже бывает забавно. Кит 07. Я вам скажу не по секрету, тролли и троллинг на эхе – это сказки, которые не очень умные. Слушатели любят друг дружке рассказывать. Что касается Каспарова с его кредитами, грантами и прочее, известно, что американское правительство выделяло и выделяет деньги на, в кавычках, развитие демократии в России. Об этом и госпожа Клинтон говорила, и прочие официальные лица. Кто-то ведь являлся и является получателем этих денег. Вопрос. Почему не Каспаров? Вопрос. Он в США свой, печатается там в газетах, дает интервью и так далее. Чего ему с ипотекой помог? Помочь не могли, что ли? Вопрос. Мемориал, в кавычках, устами господина Орлова. Он недавно заявил, что берет деньги у всех, кто дает, в том числе из-за бугра. А известный правозащитник Лев Пономарев в 2005 году вообще сказал, что в России правозащитные организации на 90-95% финансируются из-за рубежа. В кавычках, www.vrime.ru slash print slash 130291.html. И шо? Вопрос. Василиус. Тема, скажу в открытую. Тролли есть на любом общественном ресурсе. Развитие демократии – это редко финансирование демократических партий. Чаще всего это поддержка независимой прессы и неполитических общественных организаций. Еще раз повторяю, финансирование политических партий и движений из-за рубежа в России незаконно. Правозащитники – это не политические партии и объединения. Вы правозащитников и политиков в одну кучу не складываете. У вас нарушены взаимосвязи. Про оппозицию и ее финансирование пишите заявление в прокуратуру ОРФ. Это можно сделать прямо на их сайте, если вам, как вы выражаетесь, что-то известно. Кит 07. В скобках – тролли есть на любом общественном ресурсе. Вы их видели? А может, пить меньше надо? Вопрос. Еще одни скобки. На Эхе есть один чувак. Забыл ник его – такой дядька очкастый в красной рамке. Так он постоянно вылазит с рекламой своей статьи о троллинге. И всех подряд в тролли записывает. Роман «Русская монархия». Эхо. Кит 07. В скобках – тролли есть на любом общественном ресурсе. Вы их видели? А может, пить меньше надо? В скобки, три скобки закрылись. Вопрос. На Эхе есть один чувак, забыл ник его, такой дядька очкастый в красной рамке. Так он постоянно вылазит с рекламой своей статьи о троллинге, в кавычках. И всех подряд в тролли записывает. Пару недель назад слушателя под ником Ван в тролли записал. Я чуть со смеху не лопнул. Ван – патриот Грузии, ненавистник Путина, многоточие, и вдруг тролль. Скобки закрываются. Так что вы поосторожнее там с развешиванием ярлыков, многоточие. В скобках – правозащитники – это не политические партии и объединения. Вы правозащитников и политиков в одну кучу не складываете. У вас нарушены взаимосвязи. Скобки закрываются. У меня ничего не нарушено. В России правозащитники и политики именно в одной куче. Людмила Алексеева из МХГ – это кто? Вопрос. Правозащитник? Вопрос. Политикой совсем-совсем не занимается, да? Вопрос. В скобках. Развитие демократии – это редко финансирование демократических партий. Чаще всего это поддержка независимой прессы и неполитических общественных организаций. Скобки закрываются. У Каспарова нет партии, он в солидарности. Состоит, так это не партия. Интернет-ресурс – это тоже независимые СМИ, вопрос. Но так у Каспарова он есть. Насчет неполитических общественных организаций – это уже нарушение взаимосвязи. Это неполитические организации, инвалиды, например, в скобках. К развитию демократии отношения не имеют. К гражданскому обществу еще куда ни шло. В скобках. Еще раз повторяю. Финансирование политических партий и движений из-за рубежа в России незаконно. Скобки закрываются. С какого года? Вопрос. С 2005-го? Вопрос. А наработанные связи куда делись? А? Вопрос. Так сразу и оборвались все. Вопрос. Василиус. У меня ничего не нарушено. В России правозащитники и политики именно в одной куче. Людмила Алексеева из МХГ. Это кто? Вопрос. Правозащитник вопрос. Политикой совсем-совсем не занимается. Да? Вопрос. Скобки закрываются. Ошибаетесь. И в России, и в других странах действуют одни законы. Задача политика – приход к власти. Задача правозащитника – защита прав граждан. Правозащитники не ставят перед собой задачу приход к власти, следовательно, не являются политической организацией. Скобки открываются. У Каспарова нет партии, он в солидарности. Состоит, так это не партия. Одна скобка закрылась. Солидарность – это политическое движение, читай партия. Скобки открываются. Интернет-ресурс – это тоже независимая СМИ. Вопрос. Ну так у Каспарова он есть. Скобки закрываются. А вот сайт, если не зарегистрирован как СМИ, СМИ не является. Скобки открываются. Гражданскому обществу еще куда не шло. Скобки закрываются. А развитие гражданского общества – это не есть развитие демократии. Вопрос. В скобках. С какого года? С 2005-го. Вопрос. А наработанные связи куда делись? Так сразу и обрывались все вопросы. Скобки закрыты. А при чем тут связи? Вопрос. Путин встречался с Бушем намного чаще, чем Каспаров с Обамой. И какой вывод? Связи с связями об обоотдавать нельзя. Запрещено законом. А связи – это хорошо для политика. Со связями проще. Находить общий язык – это важнейшее качество политика. В комментариях к Богу, Эдуард Лимонов, писатель-политик, распад. Комментарий. Берт. Укусы змей так девам не вредны, как геополитические сны. Восклицательный знак. 09.07.2009. Новый уровень. 3w.kasparov.ru Slash material.php Вопрос. ID равно 4 Большая А 55 Большая А 9 Большая Б 44 Большая Ф 482 Фотография. Писатель Ганова Людмила с сыном художником Цуриковым и Ильей в книге. Комментарии. Однако, геополитические сны, в кавычках, Обамы, выходят, в кавычках, на новый уровень реальности. Оппозиция на сайте Гарри Каспарова считает, что Обама приехал, цитата, и он сюда приехал, решить 2-3, 2-3 конкретные задачи, и он их решил. Конец цитаты. А смотрите, какие у Обамы приоритеты, и совсем не сны. Это, похоже, вы, как всегда, проспали. Цитата. 2. У него главный приоритет это то, что он называет АФПАК, Афганистан-Пакистан. И он получил то, что хотел, это 4500 рейсов через Россию с военными грузами и с солдатами, это ровно то, что он хотел. Конец цитаты. Зачем такое кошмарное количество грузов через Россию в Афганистан? Вопрос. Там вроде бы ничего уже не осталось после диких бомбежек. Похоже, это вас тоже не волнует. А мы по-прежнему деспоты в оси зла, в кавычках. А они демократы, и нас надо демонтировать, в кавычках. Как восточную деспотию, это уже мнение Гарри Каспарова в его, в кавычках, новом видении России. Или снея России. На АП-2010. Возьмите в руки холостые кисти и перестаньте клацать на клавиатуре бессмыслицу. Кэтган. Пишу картины с сериями, цветы и пейзажи. Недавно закончила серию в русском стиле с предметами русской старины и бутылками, в том числе с водкой и самогоном. Продаю, но за хорошие деньги. В скобках. Так вы банковский работник? Вопрос. И если у вас такие деньги есть, можете попытаться купить. На АП-2010. Тема. Так вы банковский работник? Вопрос. Да, руковожу СБ РФ. Для вас просто Герман Греф. Кэтган. Замечательно. Блок. Михаил Таратута. Журналист. О парадах, праздниках и национальной гордости. 11.05.2010. Цитата. Пугать же кого-либо своим вооружением, западным странам, нет необходимости. Весь мир и так понимает, что они обладают самым мощным и совершенным оружием. Если в этих странах добиваются народной поддержки, как в случае военной операции в Ираке, то задействуют арсенал пиара. О запугивании собственного народа речи вовсе идти не может. У них там другие принципы, и с национальной гордостью там тоже все обстоит иначе. Конец цитаты. Пользователь Лошарик. Имя Ларисина Лариса. Местонахождение Россия-Москва. Лошарик. Цитата. А я пацифист, говорит Кис, и меня ваши военные подвиги не интересуют. Лучше быть рядовым в мирное время, чем генералом во время войны. Кис выражается только афоризмами. Они зарождаются у него где-то очень глубоко, в районе бывшего ампиднецита, и вылезают наружу, как глисты. Неожиданно для него самого и окружающих. Каждый трус, говорит сотрудник, есть и естественный пацифист. Конец цитаты. А Азиновьев, сияющие высоты. Кэтган. Тема. Лучше быть рядовым в мирное время, чем генералом во время войны. Цитата. Уж если союзники к нам в гости на парад, то давайте сделаем переходящим вымпелом. На следующий год к американцам. Уж здесь-то мы впереди планеты всей. Мы сначала одни воевали с Гитлером. И думаю, заслужили уважение союзников. А военный парад это еще и очень красиво. Да и мир суровый вокруг России. Да мы и сами хотим посмотреть, что у нас есть. И чем мы можем гордиться. А то ведь какой-нибудь бравый генерал торганет налево. В России это тоже случается. Ну а если честно, цивилизованной стране, в кавычках, да с демократией, давно пора уже уходить из Ирака. И оставить нефть там же. Кэтган. Тема. В кавычках устремленность в будущее и состояние умов наших граждан. Зачем они расширяют постоянно военный блок НАТО? Вопрос. Это разве не военная угроза? Вопрос. Вы живете, Михаил, в стране, демократические принципы которой и настоящие причем не любите. В комментариях к блок Эдуард Лимонов, писатель-политик Распад. Берт. Ну не спешите, милая, так жутко горевать, и апокалипсисы нам на сон грядущий молевать. Восклицательный знак. 3w.logoy.com.pastimages.apocalypse.html Кэтган. Зря вы так бесчувственны к апокалипсису. Современная поэзия Кэтган. Тайны королей, мозги палачей, серое небо, казенных идей. Дряхлая же сидит за столом, черная степь, Россия дурдом. Поэзия Кэтган. В комментариях к блок Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака. До сих пор не верится. Бредатив. Ник. Да не так уж сумрачно. Ну, они преследовали Фишера в соответствии со своим законодательством. Сейчас они преследуют Романа Поланского, я думаю, это нормально. Хотя я бы на их месте простил Фишера. Не стоит это считать самым большим преступлением США. Я уже писал здесь об их действиях в Атинской Америке в 70-80-х годах. Вот это действительно серьезные косяки. Я не знаю, нужно ли Каспарову высказываться по вопросу об обвинении против Фишера. По-моему, у нас есть более серьезные проблемы внутри страны. Кстати, большого успеха в политической деятельности Каспаров пока не достиг. Он не сидит в Думе, не может влиять на важные решения, на митинги, организованные им, не приходит много народа. Встречу с американским президентом вряд ли можно назвать большим успехом. У Обамы была запланирована встреча со всякими оппозиционными лидерами, правозащитниками и так далее. Объясните, Катя, в чем причина вашей неприязни к этим людям? Вопрос. Вам же самой не нравится нынешняя система? Какие деятели у вас вызывают симпатию? Вопрос. А вообще, вы не заметили, что у вас всегда все нормально? Что это за закон такой, который не разрешает шахматисту-чемпиону Америки играть с другим шахматистом? Шахматы – спорт, а спорт – не политики. Эта демократия попахивает диким средневековьем. Кэтган. А зачем они на Романа Поланского накинулись? Опять найдете оправдание. А его ведь и быть не может. А вот я бы на месте Фишера их бы никогда не простила. Нужно высказываться Каспарову об этом. Может быть, вы не заметили, что он в основном о шахматах и говорит. Правда, в основном про Карпова. Бобби Фишер – настоящий гений. Его, в скобках, опять же, незаконно лишили чемпионской короны мира. Как же возможно про это умолчать? Вопрос. Наш герой Каспаров вместо этого великолепно приживается и уживается в Америке. Его даже награждают. Заметьте, он был единственной русской консервативной организацией в Консультативном Совете по национальной безопасности. National Security Advisory Council. Центр политики безопасности. Center for Security Policy. США. А чего стоит пентхаус рядом с центральным парком за знак доллара 3,4 в Нью-Йорке? Мне очень нравится Бобби Фишер, хотя он умер совсем недавно и представьте без почестей в родной Америке. Эвис Пресли. Мартин Лютер Кинг. Выдающиеся политические деятели. Джон Кеннеди. Их влияние на человеческое общество и жизнь не ослабевает. Мишель Нострадамус. Петр Первый и, конечно, Николай Второй с семьей. Гении русской истории и политики. Слава Говорухин. Мне нравится. Он снял Высоцкого. Теперь это классика. Место встречи изменить нельзя. Хой Юра Клинских. Сектор Газа. Нравится. Виктор Цой. Игорь Игорь Тальков. Аркадий Северный. А Король Ишут. Живы и гениальны. Мы, правда, этого не замечаем. В комментариях к блогу Эхо МСК Ксения Собчак. Сталин и Победа. Вещи не связанные. Андрей Николаев. Тема «Вау». Три восклицательных знака. Как вы перевернули все с ног на голову. Где, в каком месте я вас оскорбил? Вопрос. Ну, пошутил. Неовко относительно вашей фамилии. Извините, смешно показалось. Суриков-Цурикова. Злая шутка, признаюсь, каюсь. Ну уж очень я не люблю и не уважаю сталинистов. Сори. А вот вы уж на меня навалили. И ничтожен я, и духовности у меня нет. И в падении я безвозвратном. Надо же. В трех строчках все узрели. Злая вы, невоспитанная. А вот ню у вас хорошие, аппетитные. И цветочки ничего. Мне вот букетик ваш понравился за тысячу евро. Будут совсем лишние деньги, куплю обязательно. Прошу вас, будьте паинькой, не дерзите взрослым, читайте умные книги по истории Родины. И не марайте свою репутацию близостью со Сталином. Правда, о Сурикове вы там ни слова, а ведь гениальный был живописец и русский. Правда, о Сурикове вы там ни слова, а ведь гениальный был живописец и русский. Кстати, Суриковы – старинный дворянский род. Вообще-то я добрая. Вот видите, мы с вами меняемся в лучшую сторону. Сталин, хотя и одиозная, но без него победа была бы невозможной в ВОВ. Вообще, считаю, более одиозной фигурой товарища Ленина. Все самые крупные беды России начались с него, а он продолжает лежать на Красной площади. И Ксения Собчак про это не вспомнила, и статью не написала. А уж скольких он… он-то убил и расстрелял, и уничтожил своими законами. В скобках. Кстати, на его совести казнь царя Николая II и его семьи. Андрей Николаев Ой, девушка! Вы, оказывается, не только художник-фотограф, но и поэт. Нашел время почитать ваши стихи по ссылке legary.narod.ru Slash poetry.html Безветренно мгла русский рассвет синий, Мертвый цвет, молчание, молчание, икона, Ночь густая, хмель-вино, черный бархат и окно. Мысли кровь, туман-реальность, Черный призрак, гениальность. Это самые радостные, в кавычках, примеры поэзии Екатерины Ц. Уважаемые оппоненты Екатерины Цуриковой, Остановите ваши споры. Этому алтайскому мизантропу Просто жизненно важно быть рядом с величайшим преступником. Генетика. Ноготочие. Нужно спокойно относиться к своей истории и вдумчиво. Нужно спокойно относиться к своей истории и вдумчиво. Нельзя никого выкидывать на помойку. Если мы забудем ту эпоху, то эти преступления повторятся. А вот на эхе от самого Венедиктова мы слышим, что надо в учебниках школьной истории Печатать отрывки из «Майн кампф» Гитлера с комментариями, в кавычках. Дети есть дети, прочтут «Майн кампф», комментарии сами знаете, как читают и воспримут как руководство к действию. Эту книгу, наверное, должны читать взрослые люди, хотя бы совершеннолетние. Детские умы нужно беречь от идеологического бреда. Пользователь «Элбар Баррелла». Имя Юлия, местонахождение, Россия, Санкт-Петербург. «Элбар Баррелла». Блог, деточка, понимаете, блог НАТО. А блог – это вот эта фаудилка. Ни о чем, все равно и так понятно. Причем тут войска, вопросы НАТО. Четыре вопроса. «Попейте на ночь валерьянки, и все пройдет. Не нужны мы блоку НАТО». Многоточие. Кэтган. «А кому же мы тогда нужны?» Вопрос. Впрочем, скорее всего, нужны наши колоссальные природные богатства. А зачем им нужно расширяться постоянно? Помню, Горбачев вел переговоры о том, чтобы блок НАТО не расширялся и бесплатно Ельцин предоставил многим государствам свободу, но почему-то не Чечне. Так вот, эти государства зачем-то побежали во, в скобках, все же военный блок НАТО. А теперь еще и Грузия и Украина по-американски подгоняют свои законы, чтобы вступить в него. А вы-то думали, все так просто? Гайдпарк. Роман «Оцени меня без секса». О времени, о России и Эдуарде Лимонове. Ник Странжеев отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 10 мая 2010-го, 12.52. Да, эти фильмы я смотрел, еще недавно видел английский фильм «Отголоски прошлого», в кавычках, про Сальвадора Дали. Он там показан рефлексирующим юношей, который не научился любить и помешался на деньгах и славе. Кстати, без гомосексуальной тематики не обошлось. Вы правы, художники сейчас в загоне. Но, с другой стороны, многие из них сами не интересуются ни политикой, ни обществом. Им важнее слава, гламур, чувствовать себя эстетами и людьми искусства, в кавычках. Таких множество и среди писателей, музыкантов, режиссеров. Вот вы, например, чаще говорите о народе, о проблемах общества, и для многих художников важнее их собственные проблемы. Но я не согласен с вами насчет эхо Москвы. На мой взгляд, эта радиостанция создана внутренне свободными людьми, которые никогда не будут лебезить перед сильными. У них есть чувство собственного достоинства, свое мнение. Я могу с ними не соглашаться, но я уважаю эту радиостанцию, которая не боялась критиковать власть в середине 2000-х годов, когда это грозило серьезными последствиями от мощной информационной атаки до увольнения, потери бизнеса и так далее. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Ник Странжеев. 12 мая 2010-го, 10.08. С середины 2000-х годов на эхо также произошли изменения, как и в стране. Эхо стало намного более консервативно. В скобках. По-вашему, только эхо сохранило свободу слова в стране, а ведь даже российские телеканалы этого сделать не смогли. Сейчас оно во многом работает на оппозицию, пренебрегая насущными потребностями общества. Во многом это избирательный центр, политический, который не позволяет выступить молодым политикам, поставить новые общественные проблемы в своих блогах. Там исключительно жесткая цензура на появление новых блогов и тем. Старые блогеры, собственно, уже давно сказали все, что могли. Но они активно навязываются общественности. Самое интересное и выдающееся достижение эхо – это его тусовка, обсуждение тем проблем. Но самое поразительное – они тут же по горячим следам чистятся, убираются, исчезают. Но людям интересен именно этот круг общения и те мысли, которые в нем рождаются. А сколько юмора и красоты сияет, сверкает во многих высказываниях, да и беспощадного и честного русского смысла. Эхо Москвы. Бог Эдуард Лимонов, писатель, политик, раздумываю. 14.05.2010.10.54 Цитата. «Раздумываю над феноменом «обыватель» в кавычках. Я не жду на триумфальной обывателя. Не придет. Он обыватель, он обитатель рая. Откуда боится высовываться? Квартира – имитация рая для обывателя. Ведь его восприятие – рай. Тапочки, подушки, ряды штор, изолирующих от внешнего мира, теплая жратва на кухоньке, толстая и добрая жена». Конец цитаты. Комментарий. Кэт Ганн. «Тема «раздумываю» в кавычках. Обыватель, он не так уж и плох, как кажется на первый взгляд. Он настоящая подушка, как в «Мерседесе», которая предохраняет страну от постоянных революций. Воровать здесь скоро будет окончательно нечего. Все пишут и советуют. А чем уж так хуже болотное триумфальный? Так можно оторваться, да и ребят надо беречь. В комментариях к блогу Эдуард Лимонов, писатель политика, распад. Берт. «Ну и где тут про Обаму вопрос?» Кэт Ганн. «Вас уже вычистили, ответить не смогу. Возмущайтесь в другом месте». «Ни про Обаму, ни про вас уже ничего нет», в скобках. «А вы так и не ответили на вопрос. С таким количеством грузов, которые они перевезут в Афганистан на самолетах через Россию, 4500 рейсов, можно тогда уже прямо нападать на Россию». Бредатив. США объявили эмбарго Югославии. Поэтому матч был запрещен законом. Наверное, это несправедливый закон, но он действовал. Чемпионской короной его лишила Фиде. Не американцы. Паванский обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Поэтому преследуются. Тут вообще ничего удивительного и никакого скрытого смысла. Я уже много раз говорил, что внешняя политика американцев очень жесткая и жестокая. Но во внутренней политике действительно демократия и никакого средневековья. Это признают даже едросы и коммунисты. Если недостаточное внимание к делу Фишера и проживание в Америке ваши главные претензии к Каспарову, то вы слишком требовательны. Специально для вас нашел статью Каспарова про Фишера Еще в 2005 году вышла книга Каспарова «Фишер и звезды Запада» «Рад, что вам нравится мой земляк и кумир детства Юра Хой. Только недавно слушали его». В кавычках метаморфозу. Кэт Ган. Цитата. А вы не заметили, американцы они везде главные даже в Югославии, а сейчас и в Ираке. И везде у них оказываются законы против, которых никто не возмущается. Их вот даже вы, русский, поддерживаете. Да и статью Каспарова о Бобби Фишере я бы посоветовала вам перечитать внимательнее. Он Гарри Каспаров «Что советский психиатр из МВД? Вопрос. Так нагло ставящий свои диагнозы без всяких поводов». Цитата. В то же время его нервная и оскорбительная манера поведения говорила о психологических изломах, углублявшихся с каждым шагом к высочайшему шахматному титулу. Конец цитаты. В чем он увидел, в кавычках, возмутительное поведение в ходе матча века? В кавычках закрываются. Каспаров нам так и не сообщил. Прочтите. Цитата. «Отчасти из-за возмутительного поведения господина Фишера накануне и в ходе матча века». В кавычках. Он пользовался невероятным вниманием со стороны международных СМИ. Конец цитаты. А вот СМИ к Каспарову не испытывают никакого интереса до сих пор. Нечего ему рассказывать. Вот и пишет он «тома», в кавычках, пытаясь все извратить в них. Фишер у него даже не звезда Запада. Сам Гарри Каспаров настолько привык говорить неправду, что его даже не смущает интервью, напечатанное в «Комсомольской правде», где Бобби Фишер открыто предложил матч с Карповым и с самим «гением» в кавычках Каспаровым. Кто Каспарову запретил играть с Бобби Фишером? «А если сам не стал, то почему?» Вопрос. Собственная психологическая «изломанность» в кавычках не помешала ему в этом решении. Вопрос. Цитата. «Однако Славу сопровождает ответственность и огромное психологическое давление. Господин Фишер больше не мог заставить себя играть». Конец цитаты. Скорее всего, именно Г.Каспаров, Гарри Каспаров, боялся мысли о возможном поражении и сделал все, чтобы не играть. Никакое решение американской Фемиды с детства ему не могло помешать. Цитата. «Боясь даже мысли о возможном поражении, господин Фишер ушел из шахмат». Конец цитаты. «Вообще с американскими законами у него все отлично, и деградация в кавычках у него в отношениях только с Россией, которая вывела его в чемпионы». Цитата. «Но при всей неприглядности его деградации Бобби Фишер заслуживает того, чтобы его помнили». Конец цитаты. Бобби Фишер – герой, боровшийся с американской системой, боровшийся за свои права шахматиста, а Гарри Каспаров своим поведением во многом способствовал этой травле Америки гениального шахматиста. В комментариях к блогах АМСК «Ксения Собчак» «Сталин и победа – вещи не связанные». Пользователь – Удай. Имя Удай – местонахождение Россия. Удай. А может быть это ее дело? О какой теме писать в своем блоге? Я вообще был искренне удивлен, что Ксения подняла такую спорную тему и высказала свою точку зрения, расходящуюся с официальной. Кэтган. В кавычках «подняла» такую спорную тему. Накануне 9 мая Айда Ксюша. А почему Ксения Собчак не ответила на мой вопрос к ее теме, который ей задали в прямом эфире на видеоконференции «На Эхо», который говорил о том, что преступный режим Сталина во многом можно сравнить с отсутствием жизненных гарантий у людей, лишенных работы в современности, а ведь это смерть. Цитата. Ксения Собчак вспомнила о проблеме сталинизма в России и ГУЛАГе. Но вот она почему-то забыла о том, что современная демократия за 20 лет своего существования так и не смогла решить проблему ветеранов и их материального обеспечения. Но об этом она молчит и никаких идей не выдвигает. Мы не собираемся оправдывать проблему ГУЛАГа. Но почему-то ее не волнует, что у нас сейчас в России миллионы безработных и миллионы пенсионеров без прожиточного минимума. А современные тюрьмы мало чем отличаются от сталинских. И снова она об этом молчит, а вот почему. Конец цитаты. А может быть вы знаете, почему молчит Ксения Собчак? Вопрос. И для нее тема Сталина должна быть в кавычках табуированной, как и разговор о гомосексуалистах. Ну неприлично в светском обществе Ксении Собчак о них говорить плохо, а хорошо говорить вопрос. Эл Барбарелла. Господи, какие же нынче дети нервные. Но с чего вы взяли, что мы вообще кому-то нужны? Вопрос. Я на белом свете 50 лет живу, и все детство софт-пропаганда меня пугала агрессией НАТО и прочими империалистическими штучками. И ничего, большими буквами, ровным счетом ничего не происходило. Никто не шел отнимать наши природные богатства. Мы их и сами раздавали и продавали направо-налево. Боялись нашей агрессии и объединялись на всякий случай. Вот вам и Бог НАТО. Так что если мы сами никого не будем обижать и поднимать под себя, никто нас не тронет. Так понятно? Вопрос. Уж простите, что так по-детски. Иначе вам запуганным и не объяснишь многоточие. Кэтган. Раньше с НАТО мы боролись, а сейчас мы устремились следом за американской демократией, и она пагубно на нас влияет. Возьмите Гарри Каспарова. Советский человек, коммунист, стал чемпионом из России, но как только он поехал жить в США, он сделался американцем по духу и теперь мечтает только лишь о том, чтобы, в кавычках, демонтировать Россию. Кавычки закрываются. Объединить ее с Евросоюзом и будет полная благодать от Лиссабона до Владивостока. Как вам это нравится? Вопрос. Возможно, мы и отказались от пропаганды и своих советских идей, но про американцев того же не скажешь. С маниакальным упорством они продолжают расширять свой военный блок НАТО, и следующие аппетитные куски – это Грузия и Украина. В моих комментариях. В комментариях блок Эдуард Лимонов, писатель политика «Распад». Берт, тема «вычистили» в кавычках. Первое. А может быть, это вас? Вопрос. Второе. Кто нападать будет? Два вопроса. Кэтган. Первое. Скорее всего «нас» в кавычках. Восклицательный знак. Второе. Мужайтесь. Восклицательный знак. В комментариях блок Эхо МСК Ксения Собчак. Сталин и победа – вещи не связанные. Комментарии. Элбар Баррелла. Зачем? Вопросы. Но объясните мне, зачем и чего же мне надо начинать бояться наконец? Вопросы. Свою позицию я вам объяснила, а вы уклоняетесь, девушка. Кэтган. В кавычках. Но объясните мне, зачем? А вот японцы поумнели после Хиросимы и Нагасаки и сейчас протестуют против военного присутствия американцев на Окинаве. 18 тысяч вышло на демонстрацию. Элбар Баррелла. Против вашей каши в голове, в скобках, уж простите, даже спорить скучно. Но при чем тут японцы? Вопрос. Ради бога, не отвечайте. Кэтган. Сначала вы задаете пространные вопросы, а потом пишите «не отвечайте» в кавычках. Каша у вас в кастрюльке на кухне с советских времен. Элбар Баррелла. Вопрос. Зачем? Вопрос. Вам кажется пространным? Вопрос. Хамить в ответ, не считая нужным. Нас просто по-разному воспитывали. А насчет моего возраста, как вы меня лихо, в кавычках, укололи, не переживайте. Ваши годы пронесутся так же быстро, как и мои. Главное, успеть вам за это время поумнеть, прочитать много книг. В скобках я библиотекарь, к слову, и никого не бояться. Кэтган, в кавычках, а насчет моего возраста. Странная реакция для образованного человека на митинг протеста в Окинаве и память о погибших людях в Хиросиме и Нагасаки. А вот вам все равно, что через ваш дом будут летать американские самолеты с неизвестно какими боеголовками, возможно ядерными, в Афганистан. А может быть вы просто не в курсе, что через Россию будет совершено 4,5 тысячи рейсов с военным грузом в Афганистан. Просто вас с советских времен отучили высказывать собственное мнение. Вот вы и готовы поддерживать сами не знаете что. Это ваш способ выживания и обязательное осуждение того, кто имеет собственное мнение. В кавычках и к молодости нечего цепляться. Христа продали в 33, ну а меня продали в 18. В комментариях к блогу Эдуард Лимонов, писатель-политик, раздумываю. Вася, обыватель это тот, за чей счет кормится пламенный революционер, не забывая при этом пламенно презирать источник своего прокормления. Вообще, Лимонов это кристально чистый образчик в кавычках революционного работника, который больше просто ничего делать не умеет. Хотя Лимонов даже революционную работу ведет не ахти, в скобках. Кэтган Лимонов ведет революционную работу по совместительству, он все же писатель. Ему даже сейчас вредит то, что он был когда-то сексуальным писателем, и многие воспринимают его как человека из книги «Это я Эдичка». Эдуард Лимонов, писатель-политик «Новая книга» 16.05.2010.17.22 Цитата «А старый пират» в кавычках. «Моя 47-я по счету книга. Поздравляю себя самого с 47-й книгой». Цитата Еще цитата «Вот мерзавцы. Это я-то автор книги. У нас была великая эпоха», в кавычках, «Чей подлый ум движет метрофанушками». Конец цитаты Кэтган Тема «Вот мерзавцы. Это я-то автор книги. У нас была великая эпоха», в кавычках, вопрос. Лимонов недаром частенько упоминает об этой книге. «Я думаю, что многим действительно следует ее прочитать. В ней воспевается тоталитаризм. Это, видимо, тот идеал общества, который сам Лимонов хотел бы построить». «Просто удивительно тогда, зачем он выходит на триумфальную защиту из статьи 3031 Конституции». РФ К тому же сам он из тоталитарного советского общества эмигрировал в Америку и не захотел жить в этой «великой эпохе», в кавычках, которую он решил теперь построить для всех нас остальных. «Пользователь Робин, подчеркивание, Робинсон. Имя – Харитонов Владимир Александрович. Местонахождение – Россия-Красноярск. Робин Робинсон». «Я думаю, что многим действительно следует ее прочитать. В ней воспевается тоталитаризм. Это, видимо, тот идеал общества, который сам Лимонов хотел бы построить». «Но чем же, с вашей точки зрения, можно это объяснить? Вопрос. Может, тем, что СССР представлял собой страну и народ, рванувший ввысь? Вопрос. Этот пафос хорошо передает скульптура «рабочие колхозницы», в кавычках. «Уничтожали-то классовых врагов». По тем временам это казалось нормально. Нормально же было когда-то ввозить в США рабов из Африки. Параллельно заморив 80 миллионов онных рабов. Фотография. Писатель Ганнова Людмила с дочерью Кэт Ганн. Комментарий. Кэт Ганн. «В кавычках нормально же было-то когда-то ввозить в США рабов из Африки». «Показное «нормально» – это всегда маразм. И во все времена существовали люди, которые это четко понимали. Но возвращение к прошедшим эпохам – это деградация». Ссылка в интернете. Борис Немцов – политик движения «Солидарность» в поддержку шахтеров Кузбасса. 16.05.2010 в 18.47. «Мы приветствуем инициативу жителей Кузбасса по организации митингов протеста в защиту их законных требований, включая немедленное освобождение всех арестованных в Междуреченске». «Мы также считаем, что садистов-омоновцев, жестко избивавших демонстрантов, необходимо судить. Мы готовы оказывать юридическую информационную поддержку Союзу жителей Кузбасса и убеждены, что совместные действия принесут результат». Конец цитаты. Комментарии. «Солидарность» в кавычках «Мы готовы оказывать юридическую информационную поддержку». «Какую именно и как юридическую информационную поддержку» в кавычках «Солидарность» в кавычках «Готова оказать» вопрос. «Почему ничего конкретного, кроме заявлений, здесь опять нет?» «Будет ли она бесплатной?» вопрос. «Выделят ли юридистов?» вопрос. «Будет ли оказана адресная помощь?» вопрос. Сергей, подчеркивание, тело-дмин. «Так был у них номер счета и сайт». Многоточие. Пользователь Кирмар. Имя Кирилл. Местонахождение Россия. Кирмар. «А что, шахтеры должны были за два дня в Минюсте организацию зарегистрировать?» вопрос. «Если нигде не зарегистрировано, не значит, что ее нет». К слову, общественная организация считается созданной с момента проведения общего собрания. «Думаю, текст составлял не один человек, а минимум трех людей же достаточно». «А уж регистрировать и приобретать права юрлица или нет, дело членов организации?» Виктор Огурцов. «Мы готовы оказывать юридическую информационную поддержку». «А вы, Борис Ефимович, не планируете лично отправиться в Междуреченск?» вопрос. «Что мешает?» вопрос. «Это не из главы, а из ФЗ, в кавычках, об общественных объединениях». Конец цитаты. «Пользователь Лео-777». «Лео-77. Имя Кузнецов Кирилл. Местонахождение – Россия Екатеринбург». «Лео-77. Видеокадры избиений видела вся страна. По какому каналу?» «Вопрос». «Пользователь Моско. Имя Доминика Патци. Местонахождение – Италия». «Мозг. В том-то и дело, ни по какому каналу уже ничего по делу видеть нельзя в интернете». «Лео-77. Даже если допустить, что доступом в сеть обеспечена вся страна, в кавычках, причем для просмотра видео выделенкой, то странно предполагать, что все абсолютно смотрели это видео, если считать по самому оптимистическому максимуму, то это не более 1% от граждан страны. «Мозг. Формально – да, но я думаю, что все, кто хотел, был заинтересован, нашел инфу или найдет ее в ближайшее время. Надеяться в этом вопросе на госканалы уже бессмысленно». «Лео-77. Садистов-ОМОНовцев, жестоко избивавших демонстрантов, необходимо судить». «Глупость. Они принимали присягу и выполняли приказ людей, отдававших приказ вы не найдете никогда, ни один вояка за 20 лет не понес наказание за преступный приказ и сейчас не понесет». «Кэтган. Как вам лично удалось обезопаситься от дубинок?» – вопрос. «Вы так независимо, в кавычках, о них рассуждаете, ноготочие, или надеетесь, что, защищая дубинки для других, сами с ними никогда не встретитесь?» – вопрос. «Как жаль, что вы не на месте того шахтера, которого тащат по земле, а дубинками все равно продолжают бить?» «Ты родился ментом. Егор Летов». «Рэш Ман. Какую присягу принимают менты?» – вопрос. «Античтази. Тема. Человек, выполняющий преступный приказ, сам является преступником. В данном случае только конченый дурак не сможет понять, что приказ избивать безоружных мирных жителей является преступлением. В каком уставе, у какой службы записано, что избиение собственных граждан – это норма?» – вопрос. «Пользователь. Поляк. Имя Александр Влашкевич. Местонахождение. Россия. Поляк. Мы также считаем, что садистов-омоновцев, жестоко избивавших демонстрантов, необходимо судить. Судить не омоновцев надо. Это простые солдаты, выполняющие приказы командиров, а тех, кто отдавал команду – Нургалиев и Тулеев». Кэтган. Цитата. «Судить не омоновцев надо. Бред. Судить надо всех, и тех, кто отдает приказы, и тех, кто выполняет их. Тогда в стране будет порядок. А вы что, выполняете приказы?» – вопрос. «Пользователь. КТЫБЫУХФЛТВ. Имя. Соболев. Анатолий Владимирович. Местонахождение. Россия. Оренбург. КТЫБЫУХФЛТВ. Тема Биг Бой. А я на Ютуб смотрел. Я сегодня утром смотрел на «России-24». Или это тоже оппозиционный канал? Вопрос. А там очень хорошо видно, если не фантазировать, что основная масса народа в столкновении с ОМОНом участие не принимала. И ОМОН поначалу особо не усердствовал. Отступал под градом камней, отступал. А вот эти два десятка старались спровоцировать Бойню, но не сумели, повязали только их бедолаг-провокаторов. Кэтган. В кавычках. Старались спровоцировать Бойну, но не сумели. Цитата. Не повязали, а убивали их. Эти два десятка. А кто повязал вас, что вы так бойко, пишите о смертельных побоях людей. Итак, становитесь легко против них. Вопрос. Пользователь Антиштази. Антиштази. Имя Охримовский Михаил. Местонахождение Украина, Харьков. Антиштази. Человек, выполняющий преступный приказ, сам является преступником. В данном случае только конченый дурак не сможет понять, что приказ избивать безоружных мирных жителей является преступлением. В каком уставе у какой службы записано, что избиение собственных граждан – это норма? Вопрос. Лео 77. Насчет ответственности за преступные приказы – тезис спорный и не имеющий реального смысла. Только общие фразы и эмоции. Нет ни судебных прецедентов, ни милейшего желания силовиков «сдавать своих». Нет и законодательных норм, а значит, все это пустая трепотня. В кавычках. Приказы избивать безоружных граждан. Это профанация и дилетантская демагогия зашоренного ботаника, у которого пальцы сключены пожизненно в форме мышки. Специальные поздравления, специальные подразделения силовых структур в России и не только экипированы под завязку спецедренными средствами и техникой, призназначенными исключительно для разгона, физического подавления и устрашения мирных и не очень шествий, демонстраций, забастовок и проч. На профессиональном языке это называется в кавычках «массовые акции неповиновения». И применение физической силы, наряду с использованием спецсредств, не то что разрешается, а активно практикуется. Этому специально обучают. Лист из рукописи Гановой Людмилы. Фотография. Почерк. В полицейском государстве спецподразделения отлично заточены именно на физическое подавление толпы и в их уставах, распоряжениях и инструкциях. Все это подробнейшим образом прописано до последней буквы. Никакой ОМОНовец нахрен никогда не будет сортировать граждан на своих и чужих, на мирных и безоружных. Он получает ясный и четкий приказ и обязан выполнить поставленную задачу, несмотря ни на что. А если не может, пошел вон из органов. Так работает система. Если вы ожидаете увидеть в глазах ОМОНовца проблеск сочувствия, жалости, сострадания, гражданской ответственности, то фиг вам. Если вы полагаете, что ОМОНовец, прежде чем применить спецсредства, будет анализировать, как бы вас помягче оприходовать, то лучше вообще избегайте встречи с милицией и живите в своем розовом мирке. Лео-77. Как жаль, что вы не на месте того шахтера, которого тащат по земле, а дубинками все равно. Продолжают бить. Тема. Первое слово, пришедшее на ум, в кавычках, дура набитая, а потом подумал, а в чем она виновата, будучи таковой, в кавычках. Прочитал ссылку на Летово и понял, в кавычках, ни в чем не виновата. Счастье тебе. Кэтган, тема счастья тебе, в кавычках. Родился ментом, живи, ноготочие. Никуда не денешься, наверное, счастлив, оскорбляя. Де, подчеркивание, Рассел. Тема. Первое слово, пришедшее на ум. Ноготочие. Было абсолютно точным диагнозом, а вы им еще пытаетесь рассказать про прописные истины. Терпение вам. Про прописные истины, терпение вам. Кэтган. Цитата. Дурак набитый. Это не прописная истина, а русское народное творчество. В основном про начальников, которые пишут приказы и уставы. А иногда про тех, кто их выполняет. А тот, кто анонимно думает, одним словом анонимщик, сродни стукачу-доносчику, в скобках. Наверное, упоминание недостоин. Не достоин, хотя пройтись можно, скорее нужно. Роман «Русская монархия» 2010. Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. Август 2021. Роман «Русская монархия» в интернете и на блоге russianmonaki.blogspot.com и других. Эхо Москвы. Пользователь «Моряк», имя Анисимов Игорь, местонахождение – Россия. «Моряк», тема «А за что судить?» – вопрос. «Какие статьи УК РФ нарушены?» – вопрос. «Дубинка по голове больно бьет». Испытаете и сразу вам захочется их судить. И статью найдете и даже не одну. «Поляк», тема «А вы что, выполняете приказы?» – вопрос. «В отличие от вас, Екатерина, я служил в армии и знаю простую истину». Цитата «Приказы не обсуждаются, а выполняются». Конец цитаты. Пользователь «МИМВ», имя Марк Владимирович Мигунов, местонахождение – Россия, Волгоград. «МИМВ». «Тема «Я знаю простую истину». А кто вам сказал, что это истина?» Выполнять любой приказ. «Приказ строить дачу генералу – это истина?» – вопрос. «Приказ избивать сослуживцев – это истина?» – вопрос. Вот из-за таких тупых исполнителей наша доблестная армия загибается. Коррупция и дедовщина. Рабы не мы, молчите и дальше. «Кэтган». Армия довершает формирование «гражданина», в кавычках, а начинается все в детском саду. В кодексе написано, что преступный приказ не должен выполняться. Цитата. «Кодекс нужно чтить». Остап Бендер. Лео 77. «С какого перепугу вы решили, что я защищаю дубинки и их применение?» – вопрос. «Я пытаюсь донести до вас прописные истины, реально существующие, практикующиеся и активно поощряемые властью. Если, как в детском саде, вы полагаете, что тот, кто рассказывает вам страшные истории из жизни, сам их придумал и проповедует, значит, нужно почаще думать головой, желательно на свежем воздухе». Кэтган. Цитата. «Пытаюсь донести до вас прописные истины». Еще цитата. «Садистов-ОМОНовцев, жестоко избивавших демонстрантов, необходимо судить». Глупость, они принимали присягу и выполняли приказ. Конец цитат. «Это после прогулок на свежем воздухе к вам пришли, наверное, такие мысли, скорее умозаключения. Что дубинки, если есть приказ, это уже не дубинки, а просто невинное выполнение приказа?» Само отношение удивляет. «Наверное, уже приходилось выполнять приказы. Вопрос». КТ-ИГБ-ИГРИК У-ЭШ-Ф-Л-Т-В Тема Кэтган. «Не передергивайте. Нет там никакого смертельного избиения. Я понимаю, что вам и вам подобным очень хочется, чтобы оно было. Но чего нет, того нет. ОМОН – это все-таки не ясельная группа детского сада и булыжники с железнодорожной насыпи, не детские воздушные шарики. Между прочим, по нашему УК действия этих протестующих, в кавычках, квалифицируются как групповое вооруженное нападение на сотрудников милиции, исполняющих служебные обязанности. Это у нас ОМОН добрый дубинками обошелся, а в какой-нибудь, в кавычках, демократической стране могли и огнестрельное оружие на поражение применить. Закон наш, кстати, в подобной ситуации подобное позволяет. А классовое чутье про то, кто кем и как повязан, оставьте при себе. Меньше в людях ошибаться будете. Пули оставьте для себя. Как там у Летова? Пуля виноватого найдет, в кавычках. Ваше откровение потрясающее. А дубинкой, в скобках, по голове или по почкам, это смерть. На видео его именно так и бьют. А может, вы знаете, зачем? Вопрос. Воспитательные меры в детском саду. Моряк. Тема. То есть, статей нет. Вопрос. О чем тогда болтовня? Кэтган. Тема. То есть, статей нет. Вопрос. Как? Что неужели из кодекса убрали последние статьи? Три вопроса. Пользователь. Гера 1900. Имя. Герман Алексеевич Шаманович. Местонахождение. Россия Кемерова. Гера 1900. Тема. Дубинка по голове больно бьет. Невероятно. В кавычках. Невероятно. Так и есть. Несколько точек. Ответ. Дальше. Пользователь. Славянин. Имя. Антидемократий. Антидермократий. Антилиберастович. Противотолерастов. Местонахождение. Россия. Славянин. Тема. Сейчас портянки налетят. Несколько восклицательных знаков. Тема. А то. Ведь Бреджи Немцов пишет. Цитата. Мы готовы оказывать юридическую и информационную поддержку в Союзу жителей Кузбасса и убеждены, что совместные действия принесут результат. Конец цитаты. Ну и кому он поддержку собрался оказывать? Вопрос. Цитата. Начальник управления общественных отношений администрации Кемеровской области Светлана Сницкая сообщила, что организация «Союз жителей Кузбасса» в регионе не зарегистрирована. Передает РИА новости. Конец цитаты. Нет такой организации большими буквами. Как он будет помогать? Вопрос. При личной встрече? Вопрос. Так же, как сам в США мотается, когда ему там помогают? Вопрос. ГАДТ. Любезный. А что по первому каналу говорят? Давно не смотрю. Тошнит, знаете ли. Тема. Да и еще. Я вот все время путаю, кто у нас сейчас президент. Вопрос. Что-то с памятью моей стало. Многоточие. Гарпанг. Тема. Маложец. Бориска. Кучерявый мыслитель, в кавычках, является одним из тех субъектов, которые легким прикосновением собственной ауры могут превратить в полное дерьмо любые попытки его газдеповских «кураторов», в кавычках. Демаргинализировать непримиримую, в кавычках, оппозицию. Вот и в этот раз наследный «прынц», в кавычках, остался верен себе и превратил попытку возглавить, так называемое, в кавычках, протестное рабочее движение, скоморошее соревнование по пусканию зычных ветров. Кэтган. В кавычках, «кучерявый мыслитель», еще кавычки, на стихийном митинге в Междуреченске, молодой человек выступил с предложением о том, чтобы собравшиеся могли оформить свой протест и предъявить свои требования власти от шахтеров и их семей. Что, по-видимому, не было сделано. Где же Немцов с его юридической поддержкой? Вопрос. Почему его юристы не в Междуреченске? Вопрос. А у самого у него, что очередное совещание? Вопрос. И бесконечные консультации по коалиции? Вопрос. Пользователь Владим, подчеркивание, С. Имя Соколов Владимир. Местонахождение, Россия. Владим, С. Что-то мне кажется, что и такая организация, как Солидарность, у них тоже не зарегистрирована. Пользователь ДР, подчеркивание, Иосиф. Имя Иосиф Казанцев. Местонахождение, Россия, Маркс. ДР, Иосиф. Вы правы, но я думаю, хорошо ли, что Немцов впрягся за шахтеров? Вопрос. Они его спросили вопрос. Они его просили вопрос. Теперь этой инициативе снизу? В скобках, снизу ли вопрос? Теперь, после вмешательства Немцова, я не уверен. Короче, он все успешно развалит. Пользователь Ш. Имя Евгения Романова. Местонахождение, Россия, Владимир. Ж. З. З. Послушайте. Из-за того, что многие вполне умные люди так рассуждали в 1917-м, закончилось тем, что к власти пришел циничный Ленин. Немцов вроде на него не похож, пусть впрягается, если хочет. Лучше с такой головой, в кавычках, чем вообще без нее. Моряк. Четыре последние статьи УК. Тема. Статья 357. Геноцид. Статья 358. Экоцид. Статья 359. Наемничество. Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Какая? Неужели 360-я? И по чьей защитой хулиганы? Вопрос. Кэтган. Цитата. И по чьей защитой хулиганы? Странно, что хулиганы, в кавычках, объявились ночью. Видно, ночью с ними легче борются. Бороться. Днем все было культурно и мирно. И пока был мэр Междуреченска, тоже все было хорошо. И тут вдруг бац, стали хулиганы, в кавычках. Мэр уже никто не засветил кирпичом, многоточие. Значит, не было хулиганов, в кавычках. Тогда еще, многоточие. Поляк. Тема. В кодексе написано, что преступный приказ не должен выполняться. Я не знаю, как в кодексе, но в уставе написано, что солдат должен выполнять приказы беспрекословно, а после, если считает приказ преступным, может обжаловать у вышестоящего начальства. Кэтган, цитата. Должен выполняет приказы беспрекословно. Мы не в армии. А что вам мешало покинуть эту армию? Вопрос. Уставы читать вредно, они вообще оставляют человека без мозгов. Кэттэй, Кэттэй, Бэй, Игрик, У, Х, Ф, Л, Т, В. Тема Кэтган. Псевдолибералов губит всегда незнание предмета обсуждения. При самообороне резиновой дубинкой запрещается наносить удары по голове, по ключицам, по животу, по лопаткам и по половым органам. Но это не касается случаев необходимой обороны. Вот тогда можно бить куда попало, невзирая на последствия. Нельзя применять резиновую дубинку против беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних. Но кроме случаев отражения вооруженного или группового нападения, угрожающих жизни или здоровью. Если вы намереваетесь кидать булыжники в ОМОН, то сначала подумайте, какая будет ответная реакция. И не надо тут из себя святошу корчить. Все вы отлично понимаете. Цель была спровоцировать избиение ОМОНом и правых, и виноватых. Не получилось. А кто? А кто провокацию учинял, знали, на что идут. Не надо из них невинно пострадавших лепить. Не получится. Кэтган. Цитата. А кто провокацию учинял, знали, на что идут. Конец цитаты. Зачем вообще там появился ОМОН со щитами и дубинками? Вопрос. Вы не знаете, зачем? Вопрос. Как бы вдруг доблестно и спонтанно. Ах, а тут в них камни полетели. Ну, собрался народ, стоял и разговаривал. А что нельзя? Вопрос. А что нельзя собраться и поговорить? Вопрос. По-вашему, так нельзя, наверное. В думе только можно, но уже без ОМОНа. Вопрос. А кто за кого пошел, гремя щитами, вы тоже не заметили? Вопрос. А кто выскакивал из-за щитов с дубинками и били первыми людей? Вопрос. А крики на видео вы тоже не слышали, что надо защищать женщин? Голос из народа. Все же они, ОМОН, на народ пошли и стали убивать. Отрицать не будете? Вопрос. А ночью телекомпании большинство разъехались. Маджор. Цитата. Судить надо всех и тех, кто отдает приказы и тех, кто выполняет их. Конец цитаты. А также тех, кто перекрывает железнодорожные магистрали и нарушает требования безопасности на опасных объектах, шахтах, например. Кэтган. Площадь не шахты. Ночью не видно, перекрыта магистраль или нет. А насчет безопасности это вы зря загнули. В скобках. Они и без того постоянно взрываются по России. Пользователь Александр К. Имя Александр Корейша. Местонахождение Украина-Одесса. Александр К. Кэтган. Тема. Вот и радистка Кэт срочно в центр шифровку посылает. Цитата. Алло-алло. Цитаты, это кавычки. Получается. Алло-алло. Я уже на месте. Передаю привет от Штилица, срочно внедрившегося в команду питерских демократов. Надбавка за выходные предусмотрена. Вопрос. Кэтган. В Одессе была, но таких, как вы, не встречала. В Одессе порядочные люди живут. Вы одесский милиционер? Вопрос. Вопрос на Эхо Москвы. Все комментарии по теме. 17.05.2010. Цитата. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Пхумипон Адуль-Ядет, король Таиланда, возглавлял Россию? Вопрос. Конец цитаты. Индивидуалист. Пхумипон Адуль-Ядет обещал никогда не покидать пределы страны. По настоящий момент его клятва остается нерушимой. С 1946 года, что ж, будет править Россией на расстоянии. Впрочем, не привыкать. Все чиновники свои семьи за рубеж стараются вывести на враждебный Запад. А уж про всяких Чукчей, Абрамовичей и говорить нечего. С Борисыч. Есть свой. Ну не король, конечно. Ну так что ж. Как сказал король из «обыкновенного чуда» в кавычках. Цитата. А вы думаете, раньше короли лучше были? Все мы изверги на одно лицо, один к одному. Конец цитаты. Философ. А у нас и так. Пхумипон Адулья Дет. Клевер. Ну и что, если вы его назначили у нас в кавычках очередным преемником? Он бы и правил. Леха 12. Какой-то он король на фотографии страшный. Мизантроп. Тема. Пхумипон Адулья Дет. Какая прелесть. Пхумипон Адулья Дет. Нет, а я все не знал, как этот тандем обозвать. Тоша 51. Тема. Неправильно поставлен вопрос. Вопрос должен звучать так. Хотели бы вы, чтобы Израилем правил такой человек как? Далее по тексту. Вопрос. Беляев. Для простоты называйте его Рама Девятый. Почему я за него? Он легитимен. Не захватывал власть. В народе пользуется громадной любовью и авторитетом, исключая отдельных отморозков. В скобках. Не имея исполнительной власти, не раз укращал военщину. Попытки переворотов в 1981 и 1985 года. Насадил демократию, теперешние безобразия, сдержки роста, я надеюсь, в скобках. Не собирается слиняться с капиталами за границу. Увлекается фотографией и сам неплохой фотограф. А что он не очень хорошо выглядит, так имейте снисхождение. Ему 83 года. Из них 64 на троне. А 27 лет тому назад, в скобках, когда я в последний раз работал в Таиланде, был мужчина хоть куда. Индивидуалист. Беляев был мужчина хоть куда. Уговорили. Берем. Впрочем, по сравнению с нашими, практически любая кандидатура будет гораздо лучшей. Берем. Бабр. Тема 1. Некоторые ПП спорны, так как это взгляд не коренного жителя. Фаранга по-тайски. Причем взгляд с небедной улицы на такую же. Цитата. Не захватывал власть. Да, но сменил нежданно умершего брата. Многоточие. Цитата. В народе пользуются громадной любовью и авторитетом. Конец цитаты. При этом в стране нищета просто ужасающая. Лишь небольшие кучки владеют в Таиланде всем. В стране режим контроля над личностью «мама не горюй». У народа просто нет паспортов. С детства приучают не перечить старшим и начальникам. ТБ свое мнение всегда при себе и попробуй только прояви инициативу. Продвижения по жизни не видать. Крестьян спекулянты раздевают на ходу. Многоточие. Простой пример. Многоточие. 10 лет назад один ананас можно было купить у сельских продавцов за 1-2 бата. 5-10 центов. А в городе он стоил 5-10 бат. Ныне у крестьянина цена та же, а в городе на улице ценник уже 20-30 бат. А в супермаркетах вообще по 2-3 доллара. 60-90 бат. Цитата. «Не имея исполнительной власти, не раз укращал военщину. Попытки переворотов в 1981-1985 годах». Конец цитаты. Да, но и несколько раз приходилось ему укрываться по деревням от тех же переворотов. Ныне кажется 19-й бунт при нем. Цитата. «Насадил демократию». Конец цитаты. «Скорее наоборот, вынужден был насадить экономическую демократию, но не для пиплов, читайте вышел о паспортах и т.д. Конечно, некоторым такие условия жизни вкатывают. А вот тайский народ, вот тут действительно пример для подражания. Гостеприимство, улыбчивость, терпение и т.д. Ари. Тема. «При этом в стране нищета просто ужасающая. Лишь небольшие кучки владеют в Тае всем». Это не совсем так. То есть, конечно, крестьяне бедны, как и традиционно везде в Азии. Но и не помирают с голода. Если субъективно сравнить тайскую провинцию, например, Исан, с российской глубинкой, то в России пострашнее будет картина. А по объективным данным, 10% бедных в Тае против 40% в России. То, что часто кажется с нашей точки зрения невыносимыми бытовыми условиями существования, на самом деле дело их привычки и уклада жизни. Это как дома без стен по берегам реки Чао-Прая с ценовками вместо кровати. Нам кажется, что условия убогие. А оказывается, там живут вполне самостоятельные люди. И у многих владельцев таких домов со стороны набережной припаркованы вполне себе дорогие европейские машины, что отдельный шик для Тае с его японским автомобилестроением. Эти вещи просекают как раз такие фаранги со стажем. Говоря о благосостоянии страны в целом, стоит тогда вспомнить про бурный рост промышленности 70-х годов. Сейчас таких высокотехнологичных производств, как в Тае, в России просто нет. У меня есть знакомые инженеры, уехавшие работать в Таиланд, по их словам, небо и земля. Ну и думаю, во всем этом не в последнюю очередь есть заслуга короля. И все-таки всеобщую народную любовь, наверное, просто так не заслуживают. Книга Рокер. Старый, к тому же корольками и царьками мы уже со времен Ванюши Грозного. А если по факту, то и с много более ранних времен наелись хватит. Киа 999. Тема. Зачем вообще задавать такие вопросы? Неужели у нас нет реальных проблем? Вопрос. Самуэль. Тема. Нет, ибо такое нам не выговорить. Хотя. Ари. Тема. Хотя. Да нет, вряд ли. Его полное имя. Прабат. Сомдэйт. Пра. Параминдра. Маха. Пумипон. Адульядет. Махитала. Тхибет. Рамати-боди. Чакрина. Рубодин. Дара. Саямин. Дара. Дирай. Бором. Матан. Бапит. Правдоискание. 2010. Тема. Пхумипон. Адульядет. Король Таиланда. Российской. Российской пастве нонче даже очень нужен. Бунтарский дух в великом и могучем посомом населении всей Руси смог пробудить бы он. Михаил. Подчеркивание СПБ. Надо сделать чейндж. Пусть тайский король возглавит Россию, а наше все в кавычках Таиланд. Через пять лет сравним результаты. Еугению. Один. Хотел бы, потому что кто угодно будет лучше, чем то, что сейчас наличествует. Карна. Тема после Путина. И этот король подарок. Кэтган. Тема. Цитата. Пхумипон. Адульядет. Король Таиланда. Ну, про короля Таиланда у вас нашлись силы спросить. Но пока что на вопрос о продолжении русской монархии в России я ответа от вас не получила. А ведь русский король в России тема гораздо менее абстрактная, чем тайландский король в России. Что вы не тянете на наследную монархию Николая II? Вопрос. Отправляю блок второй раз в связи с переменами на эхо. Фотография Ганова Людмила, автор романа «Русская монархия» 2010. В комментариях блок Борис Немцов «Политик движения Солидарность» в поддержку шахтеров Кузбасса. Комментарии. МИМФ по поводу Уголовного кодекса. Тема. Цитирую статья 42. Исполнение приказа или распоряжения. Часть первая статьи. Не является преступлением причинения вреда охраняемым уголовным законом интересом лицо, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение. Вот эта формулировка на самом деле очень страшная. Потому что, согласно данной редакции статьи, ни один ОМОНовец не может быть привлечен к ответственности за избиение демонстранта, кроме его начальника. Эта статья репрессивная, жестокая по своему смыслу. Это развязывание рук любым садистам в форме. Но есть одно маленькое «но». В УК нет статьи об ответственности за неисполнение незаконного приказа. А приказ об избиении митингующих противоречит статье 31 Конституции России. Цитата. «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования». Конец цитаты. Также такой приказ нарушает ряд статей Конституции, гарантирующих личную неприкосновенность, безопасность и т.д. Таким образом, если милиционер, военный, в скобках, получил такой приказ, он вправе его не исполнять и ему за это тоже ничего не будет, большими буквами. Что из этого следует? ОМОН вправе решать самостоятельно, исполнять ли ему незаконный приказ. Дело чести и совести каждого сотрудника персонально. Либо ты милиционер, защищающий своих сограждан от произвола, в том числе произвола собственного начальства. Либо мусор, в кавычках. При этом следует иметь в виду, что обжаловать приказ необходимо письменно, в виде рапорта. И то, что если соответствующий приказ был письменный, но ни один начальник не отдаст незаконный приказ письменно, ибо он не дурак. А на устный приказ можно «положить» и сказать, что вообще первый раз слышу, в скобках, если нет свидетелей. Моряк. Тема. Мэр уже никто не засветил кирпичом. А ведь могли бы. Видел по телеку, как бросались камнями. Или думаете, постановка «кровавой гыбни» в кавычках? Вопрос. Кэтган. В России сразу не разберешься, где чья постановка. Но в принципе, они всегда активные участники в современной России. Как же без них? Многоточие. Лепский. Где оказывается немцов, там лажа. Премьер Калининград. КТ-ЮБ-Ю-Ю-Х-Ф-Л-Т-Д-А-Б-Ю. Тема Кэтган. Вы для интереса посмотрите как-нибудь, как в демократических странах разгоняют акции «антиглобалистов» в кавычках. Наш ОМОН отдыхает. Вот уже где дубинками направо и налево, и не разбирая, кто перед ними. ОМОН для вашего сведения вызвала не администрация города Междуреченска или Кемеровской области, а руководство железной дороги. Какая там у нас? По-моему, западно-сибирская. Я-то все заметил, и как ОМОН долго отступал под градом камней. Вам никогда в голову таким булыжникам не прилетало вопрос, и как его продолжали атаковать, и как обратка пошла, а щитами они гремят не для устрашения, строй держат. А если вы предлагаете договариваться, то договаривайтесь, а не бузите. Причем тут железка? Вопрос. Вопрос. Причем тут переговоры и булыжники. Вопрос. Не хочет власть договариваться? Объявите все кузбасскую забастовку, остановите все шахты и разрезы. Будет в миллион раз эффективнее, чем булыжниками в ОМОН кидаться. И никто там никого не убивал, глупо палитесь на ерунде. Ну а впрочем, тому, кто хочет увидеть еще одно, в кавычках преступление кровавого режима, аргументы все равно не нужны, они видят то, что хотят видеть. А напоследок про Таиланд, посмотрите, очень впечатляет. Шеф 43, определяю статус, тема, дебил. Кэтган. Цитата. Наш ОМОН отдыхает, не вижу, чтобы ОМОН отдыхал. Наш ОМОН отдыхает, конец цитаты, не вижу, чтобы ОМОН отдыхал. А вообще, что боитесь, не дотягиваем до западной демократии, вопрос. Может электрический стул ввести в некоторых провинциях? Что-нибудь типа Гуантанамо изобрести? Что вообще есть за тюрьмы для военно-пленных в 21 веке? Три воскресательных знака. Разве Америка объявляла войну Афганистану? Вопрос. Что покончательно сделаться демократической, в кавычках? Страной, а не восточной деспотии, в кавычках, как утверждает пророссию Каспаров. Заметьте, он в полном восхищении от американской демократии. А почему это Гарри молчит про события в Междуреченске? Вопрос. На чьей он там стороне? Неужто, как вы, против народа? Вопрос. Маджор. Цитата. Ночью не видно, перекрытый мой магистраль или нет. Конец цитаты. Значит, поезда могли спокойно ехать? Вопрос. А так, в изложении МЭМ развивались события. В 18.31. Несколько десятков жителей города обещают перекрыть железнодорожные пути. www.echo.msk.ru slash news slash 679783-echo.html 20.30. С жителями Междуреченска, перекрывшими железнодорожную магистраль Новокузнец-Кабакан, встретился мэр города Сергей Щербаков. www.echo.msk.ru slash news slash 679799-echo.html 21.00. Как сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», от 150 до 300 жителей Междуреченска продолжают блокировать железную дорогу. www.echo.msk.ru slash news slash 679802-echo.html 21.31. К месту блокирования шахтерами Междуреченска железнодорожной магистрали Новокузнец-Кабакан стягиваются силы ОМОНа. www.echo.msk.ru slash news slash 679807-echo.html 22.02. Силы ОМОН вытесняют жителей Междуреченска жизнодорожной магистрали Новокузнец-Кабакан, которую те блокируют. www.echo.msk.ru slash news slash 679813-echo.html 23.54 ОМОН приехал после того, как участники акции дважды ответили отказом на просьбу мэра города Сергея Щербакова освободить железнодорожные пути. Люди бросали в сотрудников ОМОН пустые бутылки и камни, на что те были вынуждены отвечать силой, сообщая о пострадавших и задержанных. «Как передает наш корреспондент, сейчас дорога разблокирована, люди разошлись». www.echo.msk.ru slash news slash 679825-echo.html «А насчет безопасности этого зря загнули. Они и без того постоянно взрываются по России». Конец цитаты. Кэтган. «Взрываются в том числе из-за несоблюдения требований безопасности. Видел интервью с человеком, представившимся с шахтером, который говорил, что шахтеры заглушают газоанализаторы. Ну а где перекрытие железнодорожных путей? Ну а где перекрытие железнодорожных путей? Искала на YouTube, не нашла. Может, вы там были? В Междуреченске. Вопрос. Так уверенно обо всем говорите. Покажите кадры. Написать можно все, что угодно. В том числе и эхо занимается дезинформацией. А почему корреспондентов ваших там нет, которые есть везде? А почему на эхе нет высказываний ни одного шахтера, участника или свидетеля этих событий? Да и ни одного. Почему они не приглашены в вашу студию? Вопрос. Зато есть слова обвинения в их адрес. Почему нет даже сочувствия тем людям, которые за свою тяжелую и опасную работу получают гроши, на которые невозможно прокормить семью? Почему вас не возмущают владельцы шахты, которые, не стесняясь, довели их до такого состояния бедняков? Вопрос. Александр К. Тема. Зачем вообще там появился ОМОН со щитами и дубинками? Вопрос. Надо же, Кэт. Здраво стало рассуждать. Растут люди. Кэт Ган. Тема. Здраво стало рассуждать. Надо же, есть люди, которым все и так понятно. Александр К. Тема Кэт Ган. Ган – это что, ружье по-английски? Или пушка? Или сокращение фамилии? Это интересно с точки зрения самооценки автора. Неглупого, кстати. Кэт Ган. Ган по-английски «револьвер». У моего деда была фамилия Ганов. И пятнадцать наград слов. Он удивительно относился к войне. Скромно и уважительно. Считал ее подвигом страны. Поэтому речи Ксюши Собчак вызывают у меня отвращение и омерзение. Когда разрешат в нашей стране оружие, обязательно куплю себе револьвер. Псевдоним – результат изучения английского языка с корнями предков. В скобках. В комментариях блог Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака. До сих пор не верится. Бредатив. Катя с американской системой боролся Че Гевара. Вот он настоящий герой. Фишер не был каким-то общественным или политическим активистом. У него не было определенной позиции. Он просто поссорился с американским правительством. Не стоит делать из него борца с системой, хотя, безусловно, неприятностей ему пришлось перенести много, и уважение он заслуживает. Каспаров пишет о Фишере в основном хорошо, хотя сам Фишер называл их скарповым преступниками, агентами КГБ и так далее. Диагноз? Психологический излом, в кавычках, в отношении Фишера. Очень мягкий. Такое можно сказать даже о вполне здоровых людях. Откуда у вас такая неприязнь к мне, системщикам? Вопрос. Отпустите их с миром. Кстати, по итогам нашей переписки вы напишите роман. Вопрос. Кэтган. Вообще, у меня много общего с Чигеварой. Разделись в один день. Астма, любовь к сигарам. Правда, бросила около года назад. Также думала, что революция может изменить этот мир. Хотела быть врачом и помогать людям. Считаю, что Чигевара может быть примером для каждого человека, который хочет честно жить и честно умереть. Именно так в своей жизни вел себя Бобби Фишер. И он был борцом с американской системой, которую вдруг мы принялись приукрашивать. И молчим о военном присутствии, а точнее оккупации Ирака. А наша оппозиция покупает там пентхаусы. Почему вы их считаете внесистемщиками, в кавычках? Они как раз в системе. Роман «Не выдумка, а жизнь» в контексте современного общения и вопросов, которые ставит перед временем жизнь. Я написала документально-публицистическое исследование или даже заметки, где отражена и наша с вами переписка. В оппозиции к оппозиции, в кавычках. Истина рождается в разговорах и общении, порой даже очень сложном. Предатив. Хорошо, что бросили, я рад. С удовольствием почитаю. www.echo.msk.ru Слэш-блок Слэш-немцов Подчеркивание Борис Слэш 680191-эхо В комментариях Блок Борис Немцов Политик Движения Солидарность В поддержку шахтеров Кузбасса Пользователь Ушкуйник Имя Владимир Бачков Местонахождение Россия Питер Ушкуйник А вы, мадам, на работе приказы руководства не выполняете? Вопрос Кэтган Цитата Приказы руководства не выполняете? Вопрос Конец цитаты Нет у меня такой работы Работу надо выбирать А если вдруг нет сил отказаться прямо То скажите, что заболел зуб, обострилась печень, подвернул ногу, растянул связки и так далее Ведь вы же русский человек Зачем идти убивать, избивать невинных людей? Вопрос Их уже без вас убили, обокрали, лишили здоровья, будущего, этих шахтеров и их детей Может пришел их день прозрения, а тут вы Многоточие Лео 77 Уставы читать вредно, они вообще оставляют человека без мозгов Тема Некоторых и незнание текста уставов не спасает от отсутствия мозгов Некоторые летчики не знают, в кавычках, руководства по производству полетов Некоторые водители, в кавычках, правила дорожного движения Многие милиционеры в глаза не видели устав милиции, в кавычках Некоторые экзальтированные девицы вообще ничего не знают, не пытаются осмыслить и понять даже прописные азбучные истины Они полагают, что ведут бескомпромиссную борьбу с мировым злом, оставляя на потом наведение порядка в своей собственной голове Я дофига насмотрелся на таких Их лечит только возраст, причем избирательно Кэтган, цитата Понять даже прописные азбучные истины Конец цитаты С любым злом надо бороться бескомпромиссно С каким уставом в обнимку спите и читаете постоянно вы? Вопрос Самый удивительный устав – это правило пользования трамваем Зря вы никогда не пытались его прочесть Последний устав, который я прочла в прошлом году – это дачный устав Из которого я узнала, что обязана ухаживать за плодовыми деревьями и посадить их не менее двух Мы сплошь ограждены чистаковым уставом и даже этого не замечаем Я начала, признаюсь, изучать правила дорожного движения А вы читали, что считается дорогой по этому уставу? А ведь надо выучить Несколько восклицательных знаков Лео 77 Насчет безопасности – это вы зря загнули Они и без того постоянно взрываются по России Тема Видимо, речь идет о мозгах Аккуратнее Лео 77 Ну, тема Ну, собрался народ, стоял и разговаривал А что нельзя – вопрос Тема Нет, нельзя Это противозаконно Большими буквами О, чем идет о чём? Продолжение следует... Продолжение следует...